Сейчас именно то, что мы очень долго ждали, это освещение и презентация первого комплекса многофункционального студенческого комплекса общежития. Мы с Владимиром Расшаловичем Мединским и с Владыкой Ларионом именно здесь три года назад заложили капсулу с названием «Потомком», обещая сделать то, что мы сделали. И вот сегодня то самое событие, которое мы радостно представляем всем, кто сегодня решил вместе с нами им ответить. Аминь. Во имя Отца, Лесина и Святая Духа. Во имя Отца, Лесина и Святая Духа. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, что три года назад мы здесь закладывали капсулу по знаменованию начала строительства уникального сооружения кампуса Московской консерватории. То, что вы видите сейчас, это по большому счету только начало проекта. Всего будет три таких корпуса и огромная общая стела данной части. При этом удивительно то, что проектом предусмотрено в самом центре Москвы не только 900 мест на центре, прекрасных мест для проживания студентов и преподавателей, но также более 60 аудиторий для занятий, спортивный комплекс, бассейн, тренажерный зал, хореографический класс, можно с полной ответственностью сказать, что подобные народы кампусы, конечно, есть у лидирующих мировых университетов. Но ни у одного учебного музыкального заведения в мире нет ни на подобный материальный класс. И мы очень благодарны проекту Москвы, которая пошла нам навстречу. Здесь, в этом месте, согласовали реализацию такого амбициозного и важного проекта. Мы, конечно, благодарны руководству консерватории, которая взвалила на себя, помимо профессиональных, огромное количество управленческих и административных проблем, связанных со строительством, тем более, в сфере коротких сроков. Конечно, мы знаем прекрасно, насколько высоко ценится в мире российское образование в сфере переговора. И в сфере хореографии, и в сфере музыкального искусства. Вообще, наше музыкальное образование, наверное, одно из самых конкурентоспособных. Александр Сергеевич сказал, что это самое конкурентоспособное. И мы рассчитываем, что здесь будет много новых студентов. Из-за студенты не только нашей страны, но и из-за, когда мы обучили режиссера, исполнителя музыкальных искусств, дирижера, то свою любовь к нашей стране, которую он впитает в молодые годы, он передаст тысячам, миллионам поклонников искусства во всем. Поэтому вот этот проект Московской конституции, это будет увеличение в нем, создание замечательных условий для обучения наших друзей, которые будут сюда приезжать. Мы всеми силами Министерство культуры поддерживаем. Надеюсь, Владыка, вы такие наши амбициозные планы тоже не выслабите. Спасибо большое. Большое спасибо. В лице Владимира Трешановича я хочу поблагодарить все Министерства культуры, насколько огромная работа была, конечно, уже проделана, но еще многое и впереди. Поэтому большое спасибо. Мы будем, безусловно, достойны того внимания, которое нам оказывают. Я уже сказал, что Владыка Илларион – это не просто большой друг консерватории, это воспитанник Московской консерватории, а ныне член ее попечительского совета. Поэтому наряду с тем амбрианом, который сегодня уже вы видели, и который сегодня открывает нам новые возможности здесь счастливого существования, я прошу Владыку уже в данном случае как консерваторца также сказать свои слова. Уважаемый Владимир Ростиславович, уважаемый Александр Сергеевич, дорогие друзья, три с половиной года назад, когда мы на этом месте стояли, в морозный день закладывали капсулу, конечно, мы видели планы, мы представляли себе, как все это будет выглядеть, но большой радостью исполнились наши сердца, когда мы сегодня подъехали сюда, увидели это прекрасное современное здание, и все мы искренне порадовались за тех студентов, которые будут здесь проживать. Мы совершили освящение этого здания и молились о том, чтобы Бог благословил всех, кто будет здесь жить. Здесь, конечно, будут жить не только православные люди, но и представители других вероисповеданий, не только верующие, но, может быть, и неверующие, но Бог, Он для всех один, и благословение Божие нужно каждому человеку, даже если человек этого не сознает. Что мы от Бога имеем? От Бога мы имеем таланты, от Бога мы имеем здоровье, от Бога мы имеем те возможности, которые помогают нам реализовать свой творческий потенциал. Ни один человек не стал бы музыкантом, если бы Бог не благословил его на это служение, если бы Бог не одарил его соответствующими талантами. И вот мы сегодня радуемся тому, как развивается наше музыкальное искусство. Мы радуемся тому, как развивается Московская консерватория. Я своими глазами, как член Упечительского совета, наблюдаю, как одно за другим восстанавливается, реставрируется здание Московской консерватории, начиная от замечательного большого зала, который обрел второе дыхание, благодаря произведенному днем капитальному ремонту, благодаря тому, что отреставрирован уникальный орган большого зала и кончая вот этим прекрасным зданием, в котором будут проживать студенты консерватории. Ну, друзья мои, я уже многое сказал, предваряя сегодняшнее выступление, но это же дом студентов, поэтому обязательно должна прозвучать речь еще и о студенчестве. и председатель студенческого совета Артель Глазкова. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте. Еще раз. Мне невероятно приятно присутствовать здесь в такой важный для каждого из нас день и день рождения в Московской консерватории. И для всех студентов, на мой взгляд, открытие нового корпуса именно в этот день это потрясающий подарок. Я бы хотела поблагодарить всех, кто помог осуществить давнюю мечту нашего студенчества и руководство города, руководство консерватории и всех тех, кто работал над созданием этого корпуса. Я надеюсь, что совсем скоро начнется новая и активная студенческая жизнь в стенах нового общежития, которая будет наполнена музыкой, самым настоящим творчеством и учебой. Спасибо. Как вам здесь? Нравится? Все хорошо? Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас. Слава Твою достояние на все времена Отечество наше свободное. Слава Твою достояние Отечество наше свободное. Славься, страна! Мы гордимся домой!